Подмосковные вечера Музыкальный Олимп В газете «Комсомольская правда» Это я помню Это было как раз тогда, когда мы были с Аллой Пугачевой на гастролях в Индии И была какая-то бесконечно длинная поездка Где-то месяца два, наверное, мы ездили по Индии И каким-то чудом, оказиями приходили газеты из Советского Союза тогда еще В том числе пришла газета «Комсомольская правда», где вдруг ко мне прибегает Валера Чуменко Руководитель тогда была такая группа, «Красные лаки» называлась Все жили в одной гостинице, Валера Леонтьев, Тенни Смяги, помню, были такие А мы с Володей Пресняковым работали в концерте у Аллы И он говорит «Ты хоть знаешь, что происходит?» Я говорю «Что такое? Что происходит?» Он говорит «Читай, смотри!» А я был просто музыкант и композитор И записал просто пару песен Он говорит «Ты видишь, что здесь написано?» Я говорю «Что такое?» Была рубрика «Музыкальный олимп» как раз то, о чем вы говорили вначале И в этом самом музыкальном олимпе Я как исполнитель был почему-то на первом месте То есть это был тот самый момент? Для меня было это, я думал, может, опечатка какая-то, вот что такое Ну так получилось, что тогда мои песни «Незнакомка», «Мельница», «День рождения» Они все как-то сразу становились народными, очень как-то стремительно И он говорит «Ты что, не понимаешь?» Я говорю «Что? Как что? Надо начинать сольную карьеру, ты что?» И как-то он начал провоцировать, провоцировать, провоцировать на это В конце концов он меня уговорил И я стал гастролировать тогда как артист Просто как человек, дающий сольные концерты Хотя меня на тот момент вполне устраивало мое положение музыканта и композитора Вал Пугачевой И это все было довольно уютно, безопасно, как бы гарантированно и очень пафосно В общем, все было хорошо Но все-таки я почему-то не жалею, конечно, что все так изменилось Ну а все-таки вот старт этой всеобъемлющей популярности Наверное, можно говорить о той самой первой песне года 83-й, если я не ошибаюсь, год Айсберг, расскажите, птицы Да, 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 это было как раз сразу две песни Спела Алла Борисовна и тем самым, как бы, вот произошел такой прорыв Но можно сказать, что она была как бы крестной матерью вашего творческого, начала вашего творческого пути Да, да, конечно, хотя вот у Людмилы Марковны Гурченко своя точка зрения на этот вопрос Потому что в новогоднем аттракционе год назад, когда в том самом, в котором Алла пела «Миллион Алла Хрус» Людмила Марковна спела «Мой романс, как жаль, что вас здесь нет» Но это романс, а любой романс, в отличие от песни, не является тотально воздействующим, как бы, захватывающим Поэтому, как бы, песня прошла незамеченной, хотя она, мне кажется, хорошая песня И Людмила Марковна тоже, поэтому хронологически чисто, конечно, Гурченко первая показала мою песню Как бы, звезд, да, это был 82-й еще год Ну, конечно, так, тотально, чтобы это был большой всенародный хит И чтобы он сделал имя автору, конечно, это была из Беркерской птицы И сразу возникли, с одной стороны, как бы, головокружение от успеха С другой стороны, Паулс тогда в одном из своих интервью сказал Ну, да, талантливый мальчик, я слышал, появился такой мальчик Посмотрим через два года Посмотрим, что будет дальше, какие дальше будут песни Это же, может быть, и последними песнями А через год был паромщик и комаром Да, да, и я что-то так подумал, что как же так Действительно, это страшно, может быть, он прав Потому что бывает так, что ничего дальше не происходит Например, Россини написал северский цирюльник И на этом все закончилось у него И больше ничего он не написал, хотя прожил долгую жизнь А цирюльника написал еще в юности Поэтому здесь неизвестно, 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 что будет дальше Но потом, как бы, все остальные песни меня успокоили Внушили мне уверенность, что, как бы, все в порядке Игорь, а вам не хотелось потом подойти к Паулсу года через два И спросить, ну, как, собственно? Нет, мы... Я безумно уважаю Раймонда И, между прочим, песня «Маэстро» В общем, первый такой вариант аранжировки фортепианного изложения Все это делалось... Мы делали вместе Я играл эту тему Там-та-та-та-там-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам Она даже была в одной из версий в мажорном варианте Я помню эти ноты, которые мне дал Паулс Я ехал в метро и изучал их Это была никому неизвестная песня «Маэстро» Никто про нее не знал, кроме Борисовны Потому что меня и тех людей, которые занимались аранжировкой Это было, как бы, когда все происходит на твоих глазах Потом... Это очень трогательно вспоминать Когда это уже становится достоянием всех Действительно, это уже, наверное, история И не только ваша личная, а уже музыкальная история Конечно Поскольку это всеобщее достояние А я хочу сейчас немножко перейти на день сегодняшний Вот какова ситуация сейчас? Ситуация благополучия, успокоенности? И насколько она благополучна для творчества, эта ситуация? Нет, нет Нет, нет благополучия Нету спокойности Но ведь хиты продолжают появляться Дело не в том, продолжают ли они появляться Они могут вообще у меня не появляться Я достаточно написал песен на сегодняшний день, чтобы петь Любой протяженности концерт из одних хитов И не испытываю в этом проблем И, в общем, для того, чтобы, например, Соловьеву-Седову утверждаться Не нужно что-то доказывать, написав «Подмосковные вечера» Правильно? Хотя он написал огромное количество песен Еще, кроме этого Но вопрос не в том, чтобы Каждый раз, да, я доказывал самому себе Несколько лет первых, что я не случайный, не случайный Понимаете? И сломал несколько стереотипов, что сначала, ну, понятно, раз Пугачева поет песни Значит, они, соответственно, автоматически становятся Потом, когда я сделал прорыв с Ириной Олегровой, да, она стала Пашей, Пашей, всенародно любимой актрисой Вот тот самый образ, который, да? Потом То же самое с Наташей Королевой Просто вопрос в том, насколько люди верят в то, что ты делаешь И насколько ты любишь того человека, для которого ты пишешь Потому что если ты превращаешь это в бизнес И называешь это модным словом Промоушен? Да, потом продюсирование, промоушен, менеджерство Никто, практически, исключением редких людей Володи Матецкий, кого-то еще понимающего Не имеет понятия, что такое Что такое эти профессии на самом деле Что это такое? А вы занимаетесь профессиональным промоушеном, продюсированием? Нет, нет Нет, к сожалению Потому что я У меня другая точка отсчета Другой подход Я по любви, что называется А не по расчету Поэтому Я много теряю Но и много нахожу Понимаете? В ощущении Потому что творчество должно быть в ощущениях А не в просчитанности Потому что просчитывать на самом деле Нужно даже в какой-то пропорции Чтобы не потерять контакт со временем, с модой И вообще не стать каким-то нафталинным человеком Живущим воспоминаниями о вчерашних победах и так далее Ну вот Чтобы этого не произошло Просто нужно здравую долю цинизма в себе Взращивать, прагматизма И реально смотреть на окружающий мир Мне приятно, что те люди, которые на сегодняшний день Модные Популярные Артисты Они как бы Они идут со мной на контакт Они хотят И они с удовольствием со мной работают Я сделал несколько таких проектов С ребятами «Руки вверх» я сделал песню «Невеста» со «Стрелками» С Диной Гурцкая сделал вещь Ну, то есть, как бы Я имею в виду совместно Так как Но это балансированием тоже назвать нельзя? Разве нельзя? Нет, нет Это я считаю, что это контакт Это творческий контакт Это те самые дуэты Те самые совместные работы Все, что сейчас я сделал песню «Пять причин» И мы работали в студии с Юрой Сачевым И с гостей из будущего Это новая генерация людей Аранжировщиков Людей, делающих музыку Очень пиететных По отношению На их взгляд к авторитету В этом мире И это только делает им честь Потому что можно наплескать Да, это старые там И дальше Двоеточие Эпитетов Что с ними общаться? Это все на встали на вчерашний день Неправильно Обрубают сами средства На котором они сидят И дальше их ждет Та же участь в дальнейшем Потому что цепочка прерывается Та же, как я с уважением Смотрел вверх на Павлова и Пугачева И точно так, как молодые Смотрят на меня вверх Точно так же потом На них будут еще люди моложе Следующий Генерация ли смотрит тоже вверх И эта цепочка не прервется И они Каждое из поколений Чему-то учатся Оно всасывает Чего-то И приносит что-то новое В этом есть эволюция Игорь, а вы больше К чему тяготеете? Вы поэт Композитор Исполнитель Да я Не разделяю Как-то я не научился Разделять это Потому что Всю жизнь писал И то, и другое Расскажите птице Самая первая Вообще моя песня Которая спелала Это Мои слова и музыка И затем Она Огромное количество Спела песен Не только на мою музыку На мои слова А затем Мы даже стали делать так Что она писала музыку И я писал Уже на ее музыку Стихи То есть А вообще всего Два композитора Которые Доверяют мне Своей мелодии Для того, чтобы я написал На них Текст Хотя Эти композиторы Алла Пугачева И Игорь Крутой Имеют Наиширочайший выбор Поэтов-песенников Которых только Они захотят Иметь в себе Соавторы Правильно? Но если они Предпочитают Им всем Меня Значит Что-то Что-то такое Они Надеются там Услышать И надеются Что-то Может быть Адекватное Их музыки Я привнесу В эту песню И у меня есть Еще отходной Вариант Когда я говорю Я У меня не получилось Я не поэт Все-таки песенник Профессиональный Я вот так вот Если у меня получается То Да Если нет То Ну вот С Аллой У меня получилось На ее На ее музыку У меня где-то Песен 10 Наверное Я написал Среди них Осенний поцелуй Например И С Игорем Крутым Очень много Я написал На его стихи Песен Вернее На его музыку Стихов Например Вот Мой друг Наша последняя песня Мне кажется Что Самый мой удачный Текст На музыку Игоря Крутого Это Я люблю тебя До слез Который пел Саша Серов Филипп Говорит Да Это моя песня А Вот Кстати Вот еще Третий композитор Это Филипп Киркоров Я забыл Который Это у нас Единственный Конечно Уникальный опыт Вообще Он По-моему Не писал Больше песен Это единственное Написал Песню Лишь бы ты Меня ждала На который Я написал Текст Это было В моем Творческом вечере Даже клип Он такой Снял Стоит На фоне Розовой машины В белом костюме И поет Лишь бы ты Меня ждала И так далее То есть В любой ситуации Мне интересно Потому что Это живой организм Песни Я не понимаю Как Быть только Композитором Сочиняющим мелодии Или только Поэтом Сочиняющим Стихи Игорь А как тогда Произошел Такой плавный Переход От поэта Композитора К исполнителю Нету перехода Вообще никакого Это все одно и то же Я всегда был Исполнителем Всю жизнь Как Я же всю жизнь Показывал песни Артистам А как я их показывал Я их пел Я их пел Это тот же самый Айсберг Как я показывал Али Борис Не Айсберг Но ведь пел Это Айсберг Алла Борисовна Да Ну показывал Ты ей Эту песню Как автор То есть Что я делал Я пел А как вы вышли К зрителю Как состоялся Выход к зрителю Исполнителя Игоря Николаева Это был Заговор Такой Творческий Мы были У Аллы Играл на трубе И на флюгель горне Павел Жагун Мой замечательный Дружище Соавтор И мы В свое время Написали две песни Он написал тексты На мою музыку Для Аллы Сто друзей Может помните Такая была Раньше песня Вот И Счастье в личной жизни Это его тоже текст Песня Которая дала название Первому альбому Моему сольному альбому С Аллы Песня Игоря Николаева Поэту Аллы Пугачева Который Который назывался Счастье в личной жизни Так вот текст К этой песне Написал Паша Жагун И в общем Мы на этом Сошлись Так сказать Творчески Сблизились И потом Он тоже Слушай Давай Чего ты А И мы говорили Что Ну вот как с нуля Поднять артиста Вообще Может ли стать песня Шлягером Если ее поет Никто Вообще никто Неизвестный человек С улицы Кто-то Некто Может стать Мегахитом Говорит Может Вот например Ты никто Как артист Те же никто Не знает То есть Это наскор Все происходило Да И мы сделали Я говорю Ну надо Такую Какую-то Тотальную Песню Какую-нибудь Прямо Сочинить Русскую Народную Какую-то Как 740 Или как Мясоедовскую Какую-нибудь Вот чтобы она Такая Сразу Пам Пришибла И чтобы Пошла сразу Везде В народе Гулять Я Умел тогда Такие песни Ча-нибудь Комарова Например И так далее Ну вот И мы придумали Он придумал Текст Старая мельница Там где Тихо плящет Речка Такие Немудреные Тексты Немудреный Сюжет И я Как-то Так Мы взяли Это все Быстро Спонтанно Записали Сняли Утренние Почти И все И все И она Пошла Она не то Что пошла Она просто Я не Поним Я Так и не Поним Что с этой Песни случилось Она просто Как-то Сильно Заполнила Тогда была Такая В общем Штука Которой сейчас Наверное Нет Игра В ресторанах Песни Сейчас же Дискотеки Данц-клубы И вообще Другая Инфраструктура Звучения Музыки Распространения Раньше Вот ресторан Волна Ресторан Закат Заря И если Колбасит Эту песню С утра до вечера Значит это Хит Правильно Потому что Играют то Что заказывают Впрочем Как и сейчас Играют то Что заказывают То есть Называлась Сейчас ротация Тяжелая Раньше Это называлось Просто Хит Поэтому Дальше Все как-то Пошло Пошла Уверенность Дальше Пошла песня День рождения Дальше Пошла песня Незнакомка Мастер Маргарита И все песни Стали попадать Попадать И это случилось Само собой А та программа С которой Вы работаете Сейчас Разбитая Чашка любви Вы Ее уже Показывали Где В России Показывали Ну да Программа Да Программа Или вы только Готовитесь К ее показу Нет Программа Достаточно Откатанная Достаточно Откатанная Она появилась Сразу после Завершения Американского Тора Который Положил Вообще Конец Совместным Гастролям Нашим С Наташей Они закончились И После этого Как раз Появилась Эта песня И появилась Желание Сделать Такую Программу И В общем Как бы Там тот Самый Процент Тех Песен Во имя Которых Люди Приходят На концерт То есть Те старые Хиты И новые Песни Которые люди Хотят послушать Думаю Ну что же Он поет Одно и то же А может Что-то новое Те люди Которые Хотят Этого Слушать Они тоже Это получают То есть В вашей программе Много нового Да Но нельзя Чтобы было Слишком много Нового Потому что Это утомляет Невозможно Распринять Сразу Много Огромное Количество Новых Песен Я был В Нью-Йорке Министер Скворгардни На концерте Дженни Джексон Была объявлена Что-то новая Программа Velvet Rope Ну Все Новая Программа Нового Было Минут На 20 Первых Первые 20 минут Да Были новые Песни И новая Сценография Колоссальная Совершенно Открывалась Такая книга На всю сцену Она оказалась Такой компьютерной Из нее Какие-то картины Мультипликационно Начали Голографические Выпадать Прямо на зрителя Ну это нечто Но и новые песни Все остальное Все остальные Два часа шоу Были старые хиты В разных лет Которые Публика вся пела Публика должна Участвовать Для того чтобы Участвовать Она должна Песню знать Для того чтобы Подпеть Как вы подпоете Новую песню Вы ее не знаете Игорь Вы так часто Ездите на гастроли С концертами Вы много Гастролируете Вообще В подмосковных Городах О это так интересно Я никогда этого не делал Сейчас что-то такое Я начал ездить Так это интересно Так близко к Москве А ощущение что Ты уехал Очень далеко Вообще В то место Где ты ни разу не был Это чудесное ощущение Потому что Ну как-то Получается что Как бы это Незаслуженно Обделенное место Потому что Ощущение что Или в Москве Концерты Или надо Уехать Далеко На гастроли На Дальний Восток Или в Америку В Израиль На север На Украину Или куда-то А это целая Огромная Огромная Территория По населению По количеству людей Здесь живущих И по Ну по отдаче Например Вот у меня Вчера был концерт В Люберцах Потрясающий Такой прием был И Прямо вот Какая-то была Такая жажда Общения И причем Взаимная И Взаимопонимание Так что Я Понял что Лучше поздно Чем никогда Я это сделал И я понял что Я не в последний раз Я занимаюсь Гастролями По Подмосковью Во-первых Удобно Недалеко от Москвы Ночуешь дома И вроде как На гастролях Ну а вы как-то Для себя подразделяете Зрителя На московского Подмосковного Заграничного Зрителя Нет До начала Да До начала Концерта Географически Я знаю куда я еду И где это Я в общем-то Соответствующим образом Настраиваюсь Но когда начинается Концерт Гаснет свет Появляется свет В зале На сцене Гаснет свет В зале Все Тут уж Как пойдет Как ты сам Способен ты сегодня Отдать Или ты Просто отрабатываешь То есть Все зависит только От тебя Уже самого К сожалению Разговор наш С вами подходит К концу Как шалка Но Мне действительно Тоже очень жаль Но мне бы хотелось Услышать От звезды Нашей сцены Есть еще Вообще Что желать Артисту Музыканту Поэту Вот сейчас Мы сидим С вами На уютной Подмосковной Веранде Пьем Замечательный Ароматный Кофе Осталось еще Что-то Чего можно Желать Конечно Да Я желаю Счастья Своей Дочери Я желаю Здоровья С моей Маме Я желаю Каких-то Нормальных Вещей Человеческих Желаю Себе Крепкой Нервной Системы Она Мне сильно Разболталась Последнее Время И Это неправильно Потому что У меня дочь Все время Так медитирует Надо Делать Так Когда У тебя Накопилась Какая-то Такая Злая Энергетика Или что-то Ты Как-то Зол на Человека Жутко Ты должен Сказать себе Сам Он Сделал Все Что мог Он сделал Все лучшее Для тебя Он просто У него Просто не получилось Он хотел Как лучше Этот человек Хотел Как лучше Ну а вот Что все-таки Хотелось Сделать Самому Еще Ну Вот когда Цепочка Не прекращается Человек Себе чувствует Комфортно Когда она Прекращается Ему Чего-то Начинает Не хватать Жил Жил в маленьком Городе Хомске Сначала Переехал В областной Центр Южно-Сахалинска На Марс Это прыжок На другую планету Да Ощущение Ощущение Детства Я их помню И потом Сразу Москва Из Южно-Сахалинска В Москву Вау Такое ощущение Другая планета Другая цивилизация Другое Тысячелетие И где-то там Другой остальной мир Потом Когда-то Поехали Сначала Восемьдесят первый год Помню Поехали с Аллой Пугачевой В Париж Концерт в Олимпии Чудеса Эфелевая башня Все это настоящее Эльцинские поля Невероятно Теперь Я летаю Через Париж Раз в десять В году Просто потому что Аэрфранс летает Через Париж И как бы Это уже вообще Как будто это Я не знаю Ну там Домодедово Или Ну вообще То есть Перестают Аромат Ощущения Аромат новизны Проходит И это грустно Где-то хочется Еще искать новизны Где-то еще Что-то хочется То же самое В творчестве Да Вот эти этапы Когда происходили Интересно Сначала Для звезды Потом для себя Потом открыть еще Звезду И так далее Все это интересно Потом дальше Что Дочери Она пишет Сама для себя Песни Она сама Начинает проходить Мой путь То есть В этом смысле Да В Америке Да Но она иногда Вот сейчас Например Записала На русском песне Вроде ничего Она пошла Сейчас Крутят ее Разные телестаны По MTV Сегодня я даже видел Играл в теннис Вдруг смотрю Вау Это мое Поет Ну вот А почему все-таки Не в России Чтобы не было Вот этой печати Нет Зачем Нет Она просто Работается Почему Если есть Заказы Если она Как бы Интересна И востребована Там же По протяжированию Ничего не происходит Только по таланту Если надо Если артисту нравится Он берет Вот говорят На детях гениев Природа отдыхает Она то самое Счастливое исключение Из этого Видимо я не гений Какой вывод Из этого Игорь Я бы Очень хотела Вас попросить Чтобы вы сейчас Обратились К вашим зрителям И к нашей Зрительской аудитории Которая И ваша Концертная аудитория Хочу чтобы Не я А вы с ними Попрощались И пожелали им Того что Сами считаете Нужным Что же вам сказать Большое спасибо Что вы нас слушали Все это время И не приключали На Общесоюзные Общенациональные Каналы Держали на нашей Подмосковной Кнопочке Я просто Очень рад Любому общению Когда оно Получается Нормальным Когда Собеседник тебя Слушает Ты слушаешь Собеседника А это Очень редко Поэтому Вы замечательные Собеседники Потому что Вы Нас слушали Самый умный Собеседник Это тот Который Слушает Умеет Слушать Поэтому Здорово Что мы Пообщались Давайте Видеться Чаще Я буду Приезжать К вам Чаще И В этом году Будут появляться Новые песни Слава Богу Они у меня Начали появляться Для себя Потому что Наконец-то У меня Появилось Время Для себя И Ощущение Желания Писать Для себя Поэтому Если у вас Будет желание Меня Слушать То вы Среди Огромного Количества Эфира Артистов Исполнителей Найдете Меня тоже И мы С вами Будем Общаться Через Песни Вот Счастья Вам Счастья В личной Жизни Счастья Вашим Семьям И Здоровья Вашим Детям